В эфире телеканала Видное ТВ новости Ленинского городского округа. Здравствуйте! В студии Наталья Буслаева. И в начале выпуска коротко об основных событиях. Начальник УВД России по Ленинскому городскому округу Сергей Австахов выступил перед Советом запутатов с отчетом. В 2023 году в управлении зарегистрировано 78 435 заявлений о преступлениях и административных правонарушениях. В муниципалитете стартовала профилактическая операция «Автобус». Все в порядке. Держите. Все хорошо. В Витновском перинатальном центре поздравили сотрудниц Татьян с именинами. Татьяна. Не знаю, такое звонкое имя. Я, наверное, сама по себе такая же. Начальник УВД России по Ленинскому городскому округу Сергей Австахов выступил перед Советом депутатов муниципалитета с отчетом о результатах оперативно-служебной деятельности за 2023 год. Об основных показателях, отраженных в отчете, расскажет Максим Козлов. Повестка 76-го очередного заседания Совета депутатов муниципалитета состояла только из одного вопроса. Докладчиком по нему стал Сергей Австахов, начальник УМВД России по Ленинскому городскому округу. Он отчитался перед народными избранниками о результатах оперативно-служебной деятельности Ленинского УМВД за минувший год. В 2023 году в управлении зарегистрировано 78 435 заявлений о преступлениях и административных правонарушениях. Поступило 11 896 обращений граждан о происшествиях. На территории Ленинского городского округа зарегистрировано 1640 преступлений, из которых 1551 преступления в общей уголовной направленности. Сергей Австахов доложил об общем росте количества преступлений различной тяжести. С другой стороны, более чем на 16% снизилось количество краж, в том числе и квартирных. Количество выявленных преступлений экономической направленности, предварительное следствие по которым обязательно, возросло на 28,6%. Больше на 79,2% выявлено преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств. В том числе, связанных с их сбытом на 47%. На 25% возросло количество выявленных преступлений, связанных с незаконным оборотом оружия. При этом начальник Ленинского ОМВД отметил значительный рост количества раскрываемости различных криминальных действий. На 27,7% снижено количество нераскрытых преступлений. По итогам 2023 года на 133% увеличилось количество раскрытых убийств, на 35% раскрытых фактов причинения тяжкого вреда здоровью. В 2023 году управлением проводилась активная работа по раскрытию совершенных преступлений против собственности, что позволило значительно улучшить показатели. Сотрудниками управления раскрыто 316 краж. На 160% увеличилось количество раскрытых краж транспортных средств, на 150% разбойных нападений и на 43% грабежей. Установлены и привлечены к уголовной ответственности лица по 60 преступлениям, предусмотренным статьей 159. Рост составил 114%. Сергей Астахов также рассказал, что на территории Ленинского округа пресечена деятельность ряда организованных преступных групп. В 2023 году в суд направлено 63 уголовных дела по преступлениям, совершенных в составе организованных преступных групп, из которых 19 сформированы на этнической основе. По данному показателю оперативно-служебной деятельности управление занимает первое место среди других подразделений Московской области. При раскрытии преступлений и установлении личностей злоумышленников, не последнюю роль играют камеры видеонаблюдения, подключенные к системе «Безопасный регион». В рамках реализации муниципальной программы «Безопасный город» функционирует 6672 камеры видеонаблюдения, которые установлены в местах, подверженных наиболее криминогенной опасности, при помощи которых на 165% увеличилось количество раскрытых преступлений, составляет 213 преступлений, что составляет 21% от всех раскрытых преступлений в городском округе. В ходе борьбы с распространением наркотических средств на территории округа особое внимание уделялось в первую очередь фактам сбыта наркотиков. Личным составом управления осуществлялись мероприятия по раскрытию и расследованию преступлений в сфере незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ, что позволило на 68% увеличить количество раскрытых преступлений, в том числе на 106% связанных с их сбытом. Из незаконного оборота изъято более 560 килограммов наркотических средств и психотропных веществ, что на 733% больше, чем в 2022 году. Сергей Астахов рассказал, что в 2023 году велись оперативно-розыскные мероприятия, направленные на выявление коррупционных преступлений. В общей сложности сотрудниками управления выявлено 22 должностных преступления и 11 преступлений по фактам взятничества. Благодаря своевременным мерам, принятыми сотрудниками управления, в 2023 году удалось возместить 75% материального ущерба, причиненного в результате совершенных преступных постигательств. Завершая доклад, Сергей Астахов сделал вывод, что поставленные перед УМВД России по Ленинскому округу задачи выполнены. Сохранен контроль за состоянием криминогенной обстановки, достигнуты положительные тенденции в борьбе с преступностью. Максим Козлов, Александр Логинов, Гульнара Балаева. Видное ТВ. В Ленинском городском округе дали старт профилактической операции «Автобус». Инспекторы производят проверку технического оснащения и следят за соблюдением водителями правил ПДД, как на муниципальных, так и на междугородних маршрутах. Предметом проверки данный вид транспорта стал не случайно. По поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева, в Ленинском городском округе на 7 маршрутов вышел 21 дополнительный автобус. В связи с пополнением парка будет расти количество пассажиров, а безопасность людей превыше всего. При проведении оперативно-профилактического мероприятия было обращено внимание на законность осуществления перевозок пассажиров, наличие и исправность тахографов, которые следят за соблюдением режима труда и отдыха водителей, и на наличие всех необходимых документов. Во время рейда нарушений выявлено не было. Водители соблюдают правила ПДД и следят за безопасностью пассажиров. Такие профилактические мероприятия сотрудники ГИБДД будут проводить по всему муниципалитету. Нарушители будут наказаны по всей строгости закона. «Отсутствие диагностической карты на транспортное средство – это 2000 рублей на водителя и 50 тысяч рублей на юридическое лицо. Отсутствие поля с ОСАГО – это 800 рублей на водителя. Ну а также проблемы с тахографом, неисправный тахограф, отсутствие карты водителя. Штрафная санкция составляет от 3 до 5 тысяч рублей на водителя». Проведение рейдов способствует повышению безопасности и напоминает водителям о важности соблюдения правил перевозки пассажиров. Инга Янчук, Александр Логинов, Гульнара Балаева, Видное ТВ. 25 января в России отмечается Татьянин день. Наша съемочная группа отправилась в Видновский перинатальный центр, чтобы поздравить Татьян, которые занимаются важным и благородным делом, помогают детям появиться на свет. Поговорить со всеми Татьянами, работающими в Видновском перинатальном центре, задача нереальная. Но с несколькими медиками встретиться нам удалось. Татьяна Кохарева работает старшей медицинской сестрой. По ее мнению, имя оказывает определенное влияние на личность, что неплохо помогает в повседневных делах. Татьяна, не знаю, такое звонкое имя, я, наверное, сама по себе такая же. Мое обязанство – нормализовать работу, чтобы все работало как часики. Каждый знает свое место, знает свой функционал, я им в этом помогаю. Наше отделение помогает женщинам после операции быстрее восстановиться, быстрее встать, пойти, быстрее начать общение с своим ребенком. Татьяна Яковлева работает в одном из важнейших подразделений перинатального центра – отделении патологии беременности. Именно она с коллегами занимается сложными случаями, когда от врачей порой зависит не только здоровье, но и жизнь матери и ребенка. По ее мнению, не имя влияет на судьбу, а внутренний настрой. Училась в городе Якутске, в мединституте. Выбрала профессию, потому что на четвертом курсе. Мне просто понравился этот курс. Ведение беременности, как вот плод рождается. Было очень интересно и решила стать линг-гонгом. Не ошиблась, ни разу не пожалела. Мне очень нравится. Татьяна Черникова работает с детьми, которым требуется медицинское сопровождение в первые годы жизни. Как и другие наши героини, она искренне влюблена в свою профессию, о которой, по ее собственному признанию, мечтала с детства. Кстати, все могло сложиться так, что Татьяной она могла и не быть. Меня вообще хотели назвать другим именем – Кристины, но у меня есть старший брат, который не позволил это сделать и захотел, чтобы меня назвали именно Татьяной. Пришлось родителям выбрать данное имя. Но я рада, что именно это имя выбрали. У каждого имени есть множество вариантов, не являются исключением и Татьяны. А потому и наших героинь зовут по-разному, в зависимости от обстоятельств. Дома, конечно, Танюша, Татьянка. А коллеги? Коллеги Татьяны Ивановны. Танюша, Татьяна, Танечка. Только так. На работе кто-то официальный, кто Татьяна Александровна. А в жизни Таня, Танечка, Танюша. С праздником, милой Татьяны, и спасибо за вашу работу. Максим Козлов, Сергей Ларин, Ольга Садовская. Видное ТВ. 27 января наша страна вспоминает о снятии блокады Ленинграда. Для того, чтобы почтить память погибших и отдать дань уважения тем, кто смог пережить эти страшные годы, в библиотеке номер 2 организовали мероприятие, которое посвящено памятной дате. Более подробно расскажет наш корреспондент Юлия Стаферова. 80 лет назад, 27 января 1944 года, закончился один из самых трагических эпизодов Великой Отечественной войны. В этот день советские войска сняли блокаду Ленинграда, которая продолжалась 872 дня. Ежегодно в этот день принято вспоминать погибших и почитать тех, кто пережил голод, бомбежки и холод. Для этого в библиотеке номер 2 организовали встречу с блокадницами Натальей Минаевой и Галиной Федотовой, которые рассказали, как пережили то страшное время. Мама у меня работала на Кировском заводе, а там Кировский завод делал запчасти к танкам-самоходкам. И она нас брала на работу, чтобы присмотр не оставить, чтобы бомбят везде же, правильно? А завод-то его окружили наши и защищают, правильно? И мы были у нее всегда на работе. За счет этого паика там какого-то маленького, и за счет присмотра. Ну вот так вот выжили. Ленинград – единственный город в мире, который выдержал длительную оккупацию фашистскими захватчиками. Это достойно уважения и в наши дни. Посетила мероприятие начальник территориального отдела 6-й микрорайон Олеся Боева. Просто не передать словами, конечно, как они жили в таких суровых, холодных, темных условиях, голодные, еще дети, проявляя огромное мужество, героизм. Надо дать им большой поклон. Кроме того, сотрудники библиотеки совместно с историко-культурным отделом Дворца культуры «Видное» организовали фотовыставку под названием «Подвиг Ленинграда». На снимках видно, как жили люди во время блокады. Владимир Степанович Меньшов подготовил эту фотовыставку тоже с сотрудничеством с историко-культурным центром. Мероприятие проводили в цикле «Встречи с интересными людьми» для клуба «Активити». Мне очень нравится приходить сюда, в библиотеку. Мы очень часто посетители, дружные, потому что я член группы «Активити». Нас эта группа так сплотила, что мы на все приглашения работников библиотеки отзываемся очень активно. Встреча прошла очень душевно. Рассказ блокадниц никого не оставил равнодушным. Юлия Стаферова, Кирилл Иванов, Ольга Садовская, «Видное ТВ». Старшее поколение города «Видное» осваивает азы изобразительного искусства. Занятия проходят в рамках программы «Активное долголетие». Посетила мероприятие и пообщалась с начинающими художниками и наша съемочная группа. «Лунная зимняя ночь» удивительно, реалистично на картинах художниц и невольно начинаешь ощущать морозный воздух и волшебство таинственного снежного леса. А ведь многие из них делают только первые шаги в живописи. Можно, девчонки, смотреть, сразу положить голубые пятна, они подсохнут, а вы потом берете чисто белого, накладываете, повторяете вот эту форму. Помогает разобраться в основах композиции и цветоведении руководитель творческой мастерской Елена Климашина. Признается, что подбирая тему для каждого занятия, прежде всего учитывает пожелания и настроения своих подопечных. Сама природа диктует. Иногда мы уходим от плана. Почему? Потому что бывают какие-то такие природные явления, которые хочется изобразить. Женщина просит, и мы это делаем. Ну что, зима, снег, солнце. Рисуем солнечное, красивое. Пейзажи. Потом я им предложила нарисовать эти же пейзажи, только в других тонах. Например, сегодня полнолуние. И к полнолунию мы уже сегодня сделаем картину. Художественное направление пользуется большой популярностью среди участников программы «Активное долголетие». На уроках рисования знакомятся с разнообразными техниками живописи, учатся писать пейзажи, натюрморты и сюжетные композиции, используя гуашь и акварель. Пейзаж легче рисовать, потому что человека это только одаренные могут нарисовать. Нравятся цветы рисовать, нравится природу рисовать. Под руководством Елены Викторовны все нарисуете. В прошлый раз мы рисовали зимний пейзаж с солнышком, дневной пейзаж со снегом, домик. А потом нам Елена Викторовна сказала, давайте теперь будем учиться рисовать ночь. То есть тот же самый вид мы рисуем. Уже у нас не солнышко, а луна. Рисуем мы все с удовольствием. Елена Викторовна нас учит многому. Сейчас у нас в основном акварель. Добавляем немножко гуаши для вида снега. Картин у нас много. Мы их, как горячие пирожки, у нас по сезонам картины мы рисуем и на различные темы. Все работы начинающих художниц доступны для широкой публики. Полюбоваться картинами можно в фойе Дворца культуры и на выставках в историко-культурном центре. Наталья Буслаева, Александр Логинов, Гульнара Балаева, Видное ТВ. И это вся информация на сегодня. В студии была Наталья Буслаева. Я и мои коллеги желаем вам только хороших новостей. Всего доброго и до свидания. Редактор субтитров А.Семкин